История общественной организации «Ветеран» началась в 1998 году. Изначально она объединила ветеранов войны, труда, тружеников тыла и бывших узников концентрационных лагерей. Затем ряды общественной организации пополнили ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов. Сегодня «Ветеран» – самая многочисленная в Губкинском общественная организация, в которую входят более тысячи человек. Мы строим нашу работу с такими категориями и членами нашей организации, как ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры категории «Дети войны» и наши доблестные ветераны боевых действий. Это воины-интернационалисты, служившие и воевавшие в Республике Афганистан. Это ветераны боевых действий Северокавказского региона. Именно участники Великой Отечественной, труженики тыла «Дети войны» и других локальных конфликтов могут рассказать подрастающему поколению о важнейших событиях истории России и поделиться богатым жизненным опытом. «Ведь я же войну хоть и была, небольшая, там 6-7-8 лет, 9 я видела эту войну, видела бомбежки, видела военно-пленных немцев. И, собственно, училась в Таганроге в школе, это 44-й год был, где у нас за школой был лагерь военно-пленных. А бомбежки под бомбежками сидели и были в эвакуации». После пережитого в годы Великой Отечественной войны и тяжелых послевоенных лет ветераны остаются примером для подрастающего поколения. Члены общественной организации «Ветеран» – постоянные участники общегородских мероприятий и акций, уроков мужества в образовательных организациях, парада победы, Дня памяти и скорби, Дня вывода войск из Афганистана и других. Пожилые люди посещают бассейн и тренажерный зал, ходят на репетиции и выступают с хором ветеранов «Леся» песня, создают социально значимые проекты. «За последнее время были успешно воплощены такие проекты, как «Гордимся вами ветераны», «Триумф», «Труд наш есть дело чести». Вот сейчас реализуется с прошлого года такой проект, как «Дойдем до Берлина», это скандинавская ходьба. И в этом году нами разработан проект «Фитнес для мозга, здоровья и долголетия». При непосредственном участии членов общественной организации «Ветеран» разработан один из важных городских проектов – площадь воинской славы. Кроме того, создание в Губкинском тропы здоровья – инициатива одного из членов Совета ветеранов Виктора Синицына. Не только я, но и работники физкультуры, управления физкультурой, мастера спорта. И вы избрали очень хорошую трассу. Трассу избрали без рубки леса, по рельефу. Проект «Тропа здоровья» будет востребован и зимой, и летом. Для этого на Малом Круге предусмотрено обустройство шестиметровой дорожки, которая в зимний период будет лыжной трассой, а в летний – тропинками для бега и катания на роликах и велосипедах. Планируется, что «Тропа здоровья» будет создана в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В настоящее время члены общественной организации продолжают работу по другим направлениям и вкладывают в нее много сил и энергии, отмечают в Совете ветеранов. С ними очень интересно общаться. У них есть чему научиться. Они иногда дают такие хорошие жизненные советы, которые необходимы в нашей жизни. Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и иных прав и свобод пожилых людей. Помощь в решении жилищно-бытовых вопросов и лекарственном обеспечении. Пропаганда здорового образа жизни и вовлечения пожилых жителей в общественную и культурную жизнь Губкинского и патриотическое воспитание молодежи. Таковы сегодня основные задачи деятельности общественной организации «Ветеран». Екатерина Склюева, Денис Гимб, Новости Губкинского.